Добрый день! Сегодня забавная пирамидка называется Снежная гора компании Чи. Так выглядит коробочка. Здесь вот сама гора нарисована. Снежная. Техническая информация, код товара. Немного непривычная расцветка для Чи, много тип их. Открываем и видим пирамидку Dash с инструкцией. Причем инструкция именно для Снежной горы Snow Mountain. Как-то так. Вот такая вот нижняя часть одноцветная. Сверху тот сам рисунок, который был на коробочке. Где-то здесь. Вот он. Ну, похож. Хотя не один в один. Если присмотреться, то вот нижние ребра одинаковые. Углы вообще вращать смысла нет. Тут маленькие уголки, тривиальные которые. И цвет отличается только на верхней части. Причем четыре наклейки на каждой грани одинаковые. И если вот это вот, опять же, вращается бессмысленно. Вот эти центральные части, это один элемент. Тоже не важно, как повернуть. Единственное, что можно здесь менять, это ребра. Причем вот эти ребра можно разворачивать. Разворот будет незаметен. Ну и можно менять местами. Можно, как в обычной пирамидке, делать пиф-пафы и перемещать. Можно не пиф-пафами, просто так. Поначалу хочется собрать эту пирамидку, ну как обычно, со всеми этапами. Возможно, сокращенными. Как бы это произошло? Мы видим здесь, к примеру, три зеленых центра. И сюда нужно еще одно зеленое ребро. Пиф-пафом поставили. И кажется, что все собралось. Но если вот этот снежный кусочек сверху, значит ребро стоит правильно. А если он снизу, как вот здесь, значит ребро перевернуто. Перемещать ребра смысла нет, они одинаковые. Да, даже вот эти с рисунками, которые. Но мы видим, вот это ребро стоит правильно, вот это правильно, а вот это нет. И можно подумать, такой ситуации не бывает на обычной пирамидке. Если мы возьмем классическую, то есть вот такой вот PLL. Здесь, когда нужно развернуть два ребра, а одно не бывает. Понятно, секрет в том, что у нас вот эти ребра одноцветные и их ориентация не видна. Поэтому, если мы возьмем два вот этих сверху, можно сделать тот же самый PLL и развернуть. И изначально я собрал именно так. Но потом подумал, что то здесь, наверное, так ни к чему делать и можно попроще. Еще раз перемешаем. И будем собирать не нижний слой, а верхний. Для этого нужно просто рядом с этим центром поставить вот эти ребра. Так и вот так. И вот почти все собралось. Опять проверяем, надо ли что-то развернуть. Вот эти два стоят правильно, а вот это нужно развернуть, потому что снежный комочек, он снизу. Но это можно делать без всяких алгоритмов. Просто интуитивно опустить, верхнюю часть подвинуть и поднять с другой стороны. Сделать три движения. И все собирается. Можно их вот менять местами, разворачивать как угодно. Разверну их все. Все ребра сейчас кверх ногами. Но чтобы исправить, поменял это, поменял это, поменял это. И все три развернулись. Да, пирамидка очень простая, нам больше такая сувенирная для совсем-совсем начинающих. То есть здесь без всяких знаний, без пиф-пафа можно все собрать. Просто вращать. Ну, можно, конечно, обращать внимание на рисунок, а можно и не обращать. Ну, такая вот простейшая пирамидка снежная гора. Да, при желании можно еще обращать внимание на этот логотип. Изначально он был снизу. Можно поставить ее вниз и тогда уже перевернулся. Надо тогда исправить. Вот все. Оригинальное положение логотипа снизу. Ну, а можно, конечно, внимания не обращать. Такая вот смешная пирамидка. Купил ее за компанию. Понятно, что интереса в сборке в ней особого нет. Но для красоты дети пособирают. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.